доброго времени суток зрителям тачаным гостям нашего канала с вами росси вы на канале роли game онлайн и эта игра империал горе давно не было мне видео давно не было империал горе и вообще я пропал отовсюду но безумное желание все-таки доиграть в эту игру наверно с подвиглой меня дальше снимать видео если честно я пытался пересмотреть свои прошлые видео и посмотреть на чем я остановился но мне стало лень и поэтому наверное будем дальше действовать не знаю не обдуманно и непринужденно скажем так так значит давайте немножко свежим свою память значит османская империя уже под нашим контролем далее здесь египет еще пока не наш соответственно египет не наш польша наша лица значит можно дальше подвигаться с нашими товарищами из австрии но думаю пока это делать не будем меня больше данной ситуации наверно полнуют британия 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 так что тут у нас есть со стороны британии понятненько ясненько понятненько тут тоже ясно понятно так значит мы можем в принципе бафнуть саксонию раз два захватить освободить пруссию вот эти две захватить и вот эти меня интересует так как бы нам так лучше сделать для того чтобы в конце концов не обделаться здесь у нас битая подбитая ну хотя тебе не сильно битая подбитая но отпор смогут дать или же можно дальше двигаться по африке и соответственно что-то там придумать но опять же от австрии зачем он влезла я не знаю кто им разрешил кто им разрешил это сделать такси лезь ну не знаю мне вот саксония больше интересно так это нам нужно получается перекинуть хлопцев австрии не хочется с богими расстаться случайно давайте узнаем сколько нас за нее хочет нет 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 военная помощь другого соглашения австрия значит я хочу попросить территорию богемию 19000 нас они хочет ладно давайте пока подождем немножко подкопим денег в принципе если она нам отдаст богемию хотя вряд ли она скажет это ее исконная территория она не заинтересована продажи но если мы получим богемию то в принципе мы сможем туда диссоцировать свои войска сразу напасть на саксонию на столицу и и с польши напасть на отлично другого отделения построены а с польши мы сможем напасть на селезию и тем самым с кем тут драться в принципе тут у драться не с кем это так одна молниеносная атака и в принципе не на коленях все государство тем самым мы получим себе базу для нападения на пруссию которая сейчас захвачена и для нападения в общем немножко подожмем британию я считаю что вообще она ошиблась континентами она здесь не должна быть господин у нас не хватает плохо когда не хватает подождем судя по всему у меня где-то были наверно стройки века очень большие планы на закупку всего для того чтобы в будущем наверное были какие-то планы не знаю нужно было конечно посмотреть видео но я слишком старт для этого дерева чтобы пересматривать свои видео учитывая что я не люблю свои видео мне не нравится мой голос и так далее поэтому будет как будет опять не хватает населения срок действия австрии и британия попускаем пересток не хватает гусар ну не хватает как не хватает продолжаем дальше копим деньги копим деньги так австрии и великобритания считаю что наступил 3 700 ну хорошо давайте пока пусть британия будет с нами в союзе усыпим бдительность королевы или короля кто-то у них сейчас я не знаю мне все равно все равно наша великая русская армия придет и накажет их всех как бы они этого хотели или не хотели так господин платит триполи зачем платить триполи если просто можно их захватить вспомнил я здесь вроде внес принес демократию сначала потом хотел принести сюда на хотел сюда принести цивилизацию базар мы конюшни и школы я уже отстраиваюсь потихоньку в принципе думаю что османская империя ничего не потеряла то что она вошла в состав моей империи это только лучше опа смотрите к нам тут лягушатник заплыл в акваторию наших вод интересно интересно что захочет пан француз наверно лещей и горя не могут быть построены шлюп риду риду гай ригу баль господи французы мы с вами потом отдельно разберемся что тут британия шлак пусто шлак тоже в принципе пусто 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 вообще они себя вообще не представляют даже наши войска которые у нас есть сейчас посмотрите на тех орлов которые готовятся к бою мы даже поляками их можем быстренько нагнуть поляками но пока это не будем делать пока меня интересует попробуем мирно выкупить богемию возможно австрия проявит разум свои не будь с нами воевать так по ресурсам что у нас золото золото мы потратим его не считаем дерево у нас нормально мало конечно мы проседаем очень сильно по населению ну еды и нам хватит на ведение боевых действий литейный цех построен хорошо нужно будет потом с анатолий и анатолий откинуть наши войска регулярно и туда на границу с австрией в египте и соответственно нужно будет понанимать немного там всяких я началь для того чтобы они в случае чего смогли защитить свой регион шпионаж исследовано хорошо что мне нужно чтобы перейти на новую эру нужно вот здесь мы остановились давайте улучшенный флот таки быть пускай будет улучшенный флот так разработав шпионскую сеть мы получили возможность вести промышленный шпионаж отныне мы будем видеть какие здания строятся на территории других стран миссия континентальная блокада теперь доступна подробности вы можете увидеть в окне миссии давайте глянем окно миссий давайте же мобилизируем весь народ и положим конец амбициям нашего злейшего врага уничтожим его экономику и заставим пасть к нашим ногам вы заблагодарите на год все торговые маршруты империи с которыми состоит его в наихудших отношениях не знаю как то не вижу в этом смысла так здесь что на всех подходящих территориях будет бесплатно построенной военной гавани и в каждой будет спущена на воду по одному шлюпу уличеса морей ради галочки принципе можем сделать пруссия выполнена цель а здесь что дает три научных достижения в течение трех годов морская торговля нет но что такого грана революция британия сделала в течение одного года 12 ходов исследования будут вести с утроенной скоростью до корабля каждый ход в течение одного года прибавляют 2 очка симпатии ко всем странах как нейтральным так и других империях нету столько торговых путей к сожалению ладно давайте тогда наверное сделаем владычи самарей две с половиной тысячи населения подождем в принципе это уже будет в следующем ходу у нас вроде уже мы отстроили точнее рекрутировали всю нашу армию которая нужна была теперь пора пару миссий по выполняем наверное есть так мы получим награждение за выполнение миссии лично и продолжить да мы получили награждение за выполнение речи самарей господин военной гавани со шлюпами были построены на следующих территориях сальпетербург курска восточную пруссии греция окей а теперь если у нас есть шлюп мы теперь можем два корабля шлюп порту морская торговля спортом на бла-бла-бла-бла-бла-бла главное что мы всех построили и теперь молодцы но мы просели по золоту и по населению придется трошечки подождать австрии что-то там переставлять своих солдатиков с места на место думаю что им это поможет но когда наш праведный крестовый поход в сторону европы продолжится не помогут их не солдатики не помогут их исследования в науке и так далее так давайте наверное полковника доктора во все-таки передвигаем сюда понятно что это всего одна территория но мне будут стоп подождите кутузов наверно пока вернись дружище давай мы может тебе кого-то тут наймем что ли уланов к примеру хотя бы вот так и не пушку не надо вообще нафиг не надо и давайте наверно арабскую пехоту хотя кутузов конечно заслуживает на регулярные войска но пополним его хоть кем-то него же ему ходить с пацанами которому с собой дубинки слава богу 1806 ноябрь мы еще с дубинками ходим так там исследуется деньги ждем в принципе на на при желании игру уже можно закончить в течение наверное часа может полтора если сейчас сделать массированную практически закончу скажем так не буду говорить что полностью закончить но думаю что можно в течение двух часов реального времени наказать всех просто активно начать войну со всеми валить и хвалить в мочить 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 и они в принципе ничего уже я считаю что на данном этапе они уже против нас ничего не смогут противопоставить абсолютно никто из них так давайте попробуем богемию купить все же попросить территорию богемия 19 да ребята даю двадцатку даю ой даю двадцатку себе убыток даю двадцатку послать отвергнуто хорошо ладно в следующий раз предлагаю 25 и на этом все если не хотите тогда мы сами заберем я вспомнил кстати я вспомнил про свой каларный план это подписать договор о передвижении проходе войск перекинуть туда свои не можем то что у нас моя каргона позволяет видеть что происходит ближайших хорошо вот по передвигать свои войска на территории по договору и потом просто подождать я кстати никогда так не делал мне просто интересно какая будет реакция если когда договор мирный о проходе истечет наши войска останутся на территории чужой и обычно пишется сообщение то что если вы не уйдете свои войска то будет конфликт ну к примеру в данном случае мне конфликт будет выгоден в каком плане пример я сейчас могу покидать свои войска полностью на все то есть мы кидаем все свои войска на территории которые нам нужны соответственно раскидываем со всеми заключаем пакта проходе на каждую территорию кидаем по три генерала или третьих с армией и просто ждем когда пройдет договор и потом нам придет сообщение типа берите свои войска что вы типа поступаете плохо будет конфликт а вот кио извините мы не успели и вот интересно сразу будет конфликт или нас все таки откинет на нашу территорию автоматически и при этом будет конфликт так уж на сайте готов принять на себя новые обязанности он получил в управлении небольшую территорию теперь он может поприктиваться в управлении государством хорошо я думаю когда мой наследник уже дойдет до полного так сказать дарвется до полной власти ему уже придется управлять просто всем миром потому что весь мир будет наш пусть пока тренируется на кошках вот смотрите к примеру сюда мы можем подвести раз два два три здесь и сюда ты сюда отсюда вам три сюда здесь отсюда вот три сюда отсюда вот три сюда три сюда если сюда вот сюда можно буду сразу считайте мы так отрежем 1 2 3 4 5 6 7 8 в принципе мы сможем сразу 8 территорий хапнуть за раз за раз это сделать хапнуть и при том при всем потом стать типа господа давайте мир дружба жвачка наверное на эту серию припадет очень много битв когда мы так сделаем давайте сегодня поставим себя в этом видео поставим себе за задачу хотя бы подготовиться к этому то есть передислоцироваться со всеми договориться права проходим передвигнуть свои армии подготовиться и наверное на этом видео закончим а вот в следующем видео начнем как бы жесткую рубилову которое целое видео будет посвящено боевым действием на этих территориях так для этого нам нужно готовиться давайте начнем значит раз-два-три у нас есть да он там три с собой берет принципе думаю для них тут хватит хорошо значит надо потихонечку выводить наверно надо потихонечку уже выводить формировать и да пока нам еще позволяет так здесь у нас еще один есть надо еще два значит отряды офицеры полковника конечно кавалерия 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 есть это раз-два-три надо еще нам одного пехотинца вот такого примеру все тут еще это мы сюда двое есть у нас двое здесь да сюда нужно будет укрепить вот так вот сделать здесь соответственно в молдавии офицер давайте улан-драгун и кого-то из ренадеров вот так пойдет помимо этого еще еще одного офицера могу все-таки артиллерию на всякий случай вот так и вот так и вот так я не знаю поставил если она в очередь но пускай примерно вот так здесь у нас все понятно три вот этих бравых бойца один колечный ты моего подкрепим чем-то значит вот эти хлопцы с балканов отправляются на венецию с молдовы мы заходим на венгрию с галиции мы заходим на богемию с польши мы заходим на силезию с восточной пруссии мы заходим на бранденбург здесь все понятно все ясно далее далее здесь с анатолиями заходим на египет значит у нас пойдет докторов вместе с кутузовым и им еще нужен еще один боец в помощь давайте рекрутируем его здесь так вот так и вот так все здесь у нас понятно тут у нас готова далее давайте здесь теперь подумаем значит с финляндием желательно конечно двух бойцов вот этих а кстати 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 регулярка пойдет это хорошо так вот этих в троих с финляндии мы отправим на норвегию пройдемся и потом с петербурга мы отправим на швецию вроде все вроде все так хорошо давайте начнем тут надо подготовить троих бойцов офицеры полковник в общем британии попадет самое вкусное это будет в основном регулярная армия и какие-то там наемники других стран поэтому мы не можем их огорчить давайте егерей гренадеров и какую-то гусар к примеру артиллерии туром офицера еще одного давайте сделаем немножко упор на гусар гусар и егерей и потом еще поставим так здесь что мы никого не рекретируем конечно рекрутируем отряды все тут у нас строится точнее рекрутируются давайте здесь у нас что готова тоже в польше в польше что у нас больше тоже все пока пока ждем рекрутируем нашу армия еда пока у нас проведение плюс провиант подождем но когда мы начнем всех выводить это конечно будут очень большие растраты по идее но я думаю мы вытащим мы справимся ждем пока рекрутируется наша армия подготавливаем наших бравых воинов для захвата неверных просто я считаю что мы грубо говоря возвращаем заблудших детей сновей и сыновей дочерей в родной лона командир ожидает хорошо командир ожидает командир ожидает просто представляем как будто 1 межгалактической империи готовимся к войне мои новоиспеченные союзники которые считают что мы с ними дружим даже не подозревают что их ожидает когда наша армия будет шагать по европе и по всему странному миру я предлагаю чтобы они сразу прятали женщины и детей потому что это будет кровавый замес они таком поляки чего стоит вы посмотрите как они серьезно настроены что-то такую стройку века затеяло население может не хватить получать каждое сообщение типа каждый ход извините господин у нас нет не хватает ресурсов господин у нас не хватает ресурсов господин так изучили хорошо береговая охрана исследована увеличивать сброс налогов на территории 50 процентов хорошо это денежка будет больше миссия картографии теперь доступно давайте глянем что там мастер второго пути 5 вам откроется вся карта мастер второго пути а у меня их нету батюшки и мне их нету дорогой путь а где морской димас вы посмотрите вот морской отчетует нескими торгую до жалко жальку хотя очень классная штука никогда ты миссии не выполнял если честно вообще никогда миссии не выполнял потому что я считал что это бичевское задание это была не франция такой смелый все не хватает уже кто-то кто-то у нас такой батарея суночка не заблудился маленький взрослые рядом есть нам очень сильно не хватает население он сейчас даже смотрите сейчас даже получилось рекрутировать всех поставить в очередь ждем 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 мы никуда не спешим нам терять нечего и спешить нам тоже некуда время игра в нашу сторону гусары не получилось хорошо подождем сейчас может получится гусаров ребятки пишите свои комментарии пожалуйста ставьте лайки дизлайки появите активность я знаю что в принципе еще наверно остались фанаты imperial glory которые заходят на наш канал только ради этих видео поэтому поддержите какие то может у вас есть свои предположения по поводу развития дальнейших событий может не нужно объявлять массовую войну может у кого-то есть свои какие-то предположения или планы пожалуйста я готов всегда обсудить я всегда стараюсь отвечать на все комментарии поэтому не будьте картошками и проявляйте какую-то активность истёк оборонительный союз как истёк так и притёк опять франция ищет возможности 8000 дает хорошо франция не вопрос милости прошу к нашему шалашу тем более за 8000 ты мне франция пока не интересно я потом тобой займусь попозже скажем так кстати пруссию можно оставить как я до этого и говорил пруссию мы сейчас можем освободить и оставить ее окружить ее просто со всех сторон своей как бы территории и пусть себе сидит сделаем как резервацию для пруссаков пускай там сидят с пару армии своих и при этом хорошо себя ведут не балуются потому что как бы они должны знать кто тут папка и как мы их освободим так мы их можем и придавить обратно скоро будет еще ходов 5-6 и в принципе наша армия практически будет готова к ведению боевых действий помимо этого наверно сразу нам придется накидать в штамповку новых новая армия для того чтобы если вдруг что наша операция блицкрик повернется точнее провалом и они могут пойти в контратаку чтобы были те кто смогут защитить наши границы нашей бескрайней родины бескрайней благодаря мне потому что до этого она была с краями теперь она уже без краев стало потому что главное правильное руководство и правильные референдумы в других территориях точнее на других территориях не хватает пока у нас что то мы просели по гусарам что тут у нас по отрядам пог ROSA Курск видишь мы там кого-то не можем до строя в Молдавии да не хватает подождем пару ходов сейчас главное не запутаться в распределении войск 45000 принципе дома нам хватит для мирных договоров так приходим так что тут у нас еще гусаров дождем не не полная она наверно не достреливать и гренадеров еще тогда еще гусаров что здесь у нас поляки готовы давайте наверно начнем уже выводить уходить в минус по еде нужно больше ресурсов хорошо пока заходите тогда обратно в общем надо еще двое гусар сделать рекрутировать ну вот это грубо говоря грядка на 1 они же по 4 полковники это на 1 нам надо еще здесь что у нас строится в отрядах в отрядах в отрядах в отрядах он тут правильно но еще можно кого-то добавить типа там типа вот так что тут что тут тоже в 1 надо еще наверное хотя бы никуда не влезем не можем вот мушкетёров гусар и пример артиллерию одну молдове страны чудовую то есть тоже грядка только на 1 рядочка такая только тут все готово понятно здесь что у нас полковник тоже так у меня тоже были четыре места ж отряды что мы у нас не до не у докомплектован надо еще ждать это мой тело движение делать это маневры у них происходят глупые наивы людишки папская что там еще папского из батарея саксония блин они должны были вообще уже давно соединиться мирно и предложить мне бумажку чтобы подписал для того чтобы они ко мне присоединились да и все подождем подождем у меня уже максимальное количество дерева точнее ресурсов жалко что нельзя обменять на население очень жалко кстати точно не говоришь нельзя другого соглашения австрии предлагает пищу хорошо что предлагает пищу значит я тебе даю с широкой плечо даю 15000 а ты мне дай ну а что ну хорошо давай за золото один к одному я потом у тебя это же золото куплю вот это к примеру они не заинтересованы в этой сделке паскуды хорошо когда давайте так сделаем я вам предлагаю 15000 а хочу вас взамен хотя бы десятку еды я считаю что это смехотворно ладно хорошо держите двадцатку ладно мне не хватает 7000 хорошо давайте дайте мне 7000 еды короче то пошли нахер ты смотри деляйте сильная я подожду ничего страшного просто хотел себе подстраховать скажем так в плане еды немножко ну ладно еще страшного мы подождем мы подождем мы не гордые люди побеждали терпеливый вот эти хотя бы так чисто для массовки скажем так они не представляют из себя никакой военной силы но хотя бы для массовки там будет пих пах делать вообще конечно можно было бы сделать все на автобое это было бы быстрее и это бы все уложилось в одно видео но наверно будем делать так половину боев будем проводить сами половину боев будем на автобое так что тут у нас поляк полька 4 еще два надо еще два кого-нибудь еще два кого-нибудь ждем так здесь что 4 все тут тут комплект ну принципе две армии хватит я с ним разбираться эти три кинем туда эти две сюда столица правда останется нас без присмотра но у нас тут есть вот полковник Бартынский который в принципе сможет затащить мы его сюда мобилизируем там что-нибудь придумаем так что у нас здесь 4 о тут еще надо троечку достроить троечка строится хорошо здесь у нас что строится отлично хорошо хорошо так у поляков вроде готова еще раз перепроверим нет у них еще двое их еще двое подождем поляк до рекрутируем можно будет можно будет выдвигаться по идее все должно сработать по идее все должно быть красиво и быстро и эффектно но это по идее вроде только только хватало население для того чтобы поставить конницу но что-то скушало триполи 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 хотя вы знаете не хочу это я большая мирным этим ты дружишь с ними дружи дружишь жопы на поворотах заносишь а потом они бац и кому-то присоединились и бац кому-то присоединились так что-то молодого страна чудово еще один ход здесь комплект комплект у поляк не комплект но мы ждем через два хода можно будет пару кавалерий поставить и все хотя я считаю что в каждой армии должна быть хотя бы один оружейный расчет в плане пушек для того чтоб если в случае чего кто-то залезет в скажем так глухую оборону триполи колеса берег цицилий если кто-то залезет на глухую оборону один залп пушками по зданию и почему-то компьютер срабатывал в том плане что они начинают сразу убегать как курица и бежать то в принципе это удобно зачем штурмовать здание терять войска если можно просто туда не разгахнуть с пушек и все и на этом все закончится и не побегают и просто их раздавить сейчас кстати уже очень такой шаткий момент в том плане мы подписали союзный договор с триполи и папской республикой они как обычно с великобритании и австрии и франции то есть теперь они учитывая их отношение к нам по 10 они могут нас напасть в любой момент но я думаю что они не такие отрешенные и дождутся пока мы это сделаем все по идее мы везде укомплектованы нет еще ждем два хода ждем ладно хорошо пушки ждем бог с вами сейчас сразу со всеми заключаем договора о проходе и начинаем передислоцировать свои армии их логово скажем так сейчас будет бешеная потери по еде особенно на чужой территории но я думаю россия матушка своих сыновей прокормит ну и поляк заодно так в общем давайте поехали дипломатия право пересечения границ значит великобритания 15000 на три хода вы чего вы чего хорошо австрия насколько нужно три хода австрии же получит аксония 14000 вы чего вообще так три хода до 1 3 хода тогда пора выводить пацанов для того чтобы мы потом на это время не тратили сразу сейчас надо будет их выводить всех но мне кажется кстати они могут по отказываться по причине того что у нас с ними плохое отношение но какая ну я считаю дело не в отношениях а дело в деньгах которые мы предлагаем кстати здесь то у нас тоже не укомплектованная до конца армии кто есть такое дело дальше выводим здесь хлопцев наших тоже по два отряда видите уже изначально свою задумку я немножко сломал уже сломал немного в том плане что хотел по три отряда но думаю по два отряда тоже хватит еще страшно есть такое дело так здесь выходим братан вставай страна огромная я вставай на смертный бой с разной силой темная не только с фашистской так значит здесь у нас готова здесь 1 2 3 вы сюда чик кто-то противостоять будет такое шаткая короче может быть и ничья даже значит вы трое сюда раз в двое сюда 2 в трое сюда три вы поляки сюда вы сюда есть такое дело но опять же сразу будут контратака вот этих клоунов поэтому поляки затащит так раз два три вы сюда вы туда все в принципе мы готовы давайте еще наверно один ход хотя уже наверно один ход сейчас нам нужно будет выбрать или монархию или там еще какую-то хрень не знаю что убирать но ты посмотри как и наши планы поменялись блин пруссия освободилась елки-палки ладно тогда пруссию пруссия трогать не будем с ним пройдем через пруще вот сюда но тут конечно в они они пушки видели что произошло а не я и там у нас не только при кто на это хрень ладно так поехали значит собственно что право на проход пруссия за сколько это бах что ли какой-то ли глюк ладно пойдем через саксонию фиг с ним саксония 15000 да бог с тобой на тебя 15000 все отлично наше дипломатическое предложение принято значит тогда делаем вот так пока хорошо дальше поехали право на пересечении границ британия 13000 на 7 ходов на тебе 13000 не хочет британия наверное чувствует хорошо дают даю двадцатку нет стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп ты сколько хочешь 5000 на тебе всем есть хорошо значит ты уже пустил зверя свою эту скажем так ты уже пустил меня глупенький так британия осталась наша такая вредная британия предлагаю тебе 18000 приняли тоже хорошо тоже отлично в принципе все в принципе мы готовы на следующем ходу мы только там еще подкинем свои войска ждем пять-шесть ходов и начинаем вакханалию с вами был росси это был канал роли game онлайн спасибо за просмотр и если вы досмотрели до этого момента спасибо что заходите на наш канал ставьте лайки дизлайки оставляйте комментарии до скорых встреч и скоро будем боевать